58-я областная спартакиада «Динамо» из душных спортивных залов выбралась на природу. На базе регионального отделения прошел один из самых захватывающих видов состязаний – лыжная эстафета. Развивает такие физические качества, как выносливость, быстрота, ловкость в этих лыжных гонках. И они, естественно, пригождаются в службе. Нам с погодой повезло, констатировали участники. Яркое солнце и температура около нуля градусов. Сделали лыжню идеальной для быстрого хода. Перед стартом команды восьми подразделений ульянских силовых структур обещали показать все, на что способны. Борьба будет до последнего этапа. Все будут бороться. В принципе, все готовы, все готовы, все подразделения, все спортсмены, которые здесь участвуют, и ветераны в том числе, покажут максимальный свой результат. Эта борьба за медали обозначилась только на первом этапе. Главный фаворит гонки – сборная УФСИН, за которую бежал Дмитрий Моисеев, неожиданно передала эстафету третий. Однако Алексей Брындин не только догнал соперников, но и убежал далеко вперед. Заключительные два этапа Василий Кирсанов и Антон Мальцев только наращивали преимущество, позволившее финишировать в гордом одиночестве. Достаточно ровный состав есть на сегодняшний день только в нашей команде. Из-за этого мы себя и чувствуем хорошо на лыжне. У остальных команд есть мотивация, есть стремление к тому, чтобы подтянуться к нам. Я думаю, что в следующем году все будет намного сложнее. Серебряными призерами эстафеты стали представители Росгвардии. Тройку призеров замкнула команда МЧС. Теперь динамовцы снова вернутся в спортивные залы. В конце апреля очередной вид 58-й спартакиады – волейбол. Михаил Росошанский, Новости Ульянской правды.